Эксперт. Скоро Армения признает свое поражение. Мы видим тщетные усилия официального Еревана, который пытается не благодаря, а вопреки здравой логике создать видимость владения ситуацией на оккупированных территориях, считает азербайджанский политолог Тофи Кабасов. То, что сейчас делает армянская власть, которая фактически по всем фронтам отступает и при этом пытается рекламировать свои усилия по освоению оккупированных территорий, это временные потуги, которые дают не очень большой эффект. Обнаружены очередные происки Еревана, мониторинги, проведенные посредством спутника Азеркосмос, установили факт незаконного заселения оккупированного Кельбаджарского района, передает вестник Кавказа. Поселение, строительство которого началось в конце 2019 года, в настоящее время состоит из 15 домов. Темпы и ход строительных работ дают основания говорить о том, что поселение будет расширяться. Так еще в январе 2020 года здесь было 6 домов, в марте 10, в апреле 14 домов, говорится в совместном сообщении МИД Азербайджана и ОАО Азеркосмос. Есть также похожие сообщения о стройках жилья в Джабраильском, Губадлинском районах, Зангелане и Лачине. Логично предположить, кого теперь будут пытаться туда запихнуть. Армянские СМИ сообщают, что по состоянию на 15 августа в Армению прибыли уже 400 армян из Ливана. Правительство Армении разрабатывает программы социальной помощи и интеграции для ливанских армян, которые хотят покинуть Ливан и поселиться в Армении, заявила министр труда и социальных вопросов республики Армения Заруи Батаян. Она говорит про Армению, но подразумевает скорее всего оккупированные земли Азербайджана. Такое ведь обнаруживалось и ранее. Очевидно, что эту ситуацию должны держать под пристальным контролем в нашем МИД. В информационном противостоянии мы уже смогли изменить атмосферу в свою пользу и сейчас мы исходим из наступательных позиций. Тем более, что международное сообщество после тавузских событий вновь обратило внимание на Азербайджан и многие публично поддержали нашу территориальную целостность. Несколько дней назад Пашинян имел глупость согласиться на жесткий разговор с ведущим BBC и сел в лужу, показал свою полную несостоятельность, не сумев ответить на вопрос, почему все-таки они оккупированные территории называют армянскими. То есть тут мы видим проявление беспомощности армянского руководства. Наше Министерство иностранных дел все это прекрасно видит и те успехи, о которых мы говорим, завоеваны во многом благодаря разумной политике МИД в информационной сфере. Я думаю, что все-таки кульминация близится и как бы ни пытался официальный Ереван сделать невозможное возможным, узаконить то, что абсолютно не вписывается в контекст международного права, это чревато для него неблагоприятным исходом. Нет никаких шансов реализовать легитимацию незаконного сепаратистского режима, созданного на азербайджанских землях. Если даже армяне пересели туда гуманоидом, все равно у них ничего не получится. Это времянка и совсем скоро мы увидим иной расклад в регионе. Республика Армения признает свое поражение и мы восстановим суверенитет на всех своих территориях. Привет, друзья! Хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Жду вашей поддержки в виде лайков и подписки. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Друзья, когда мы вместе, мы сила и мы обязательно победим! Субтитры создавал DimaTorzok